Недавно я закончила свой последний проект корпоративный и сейчас я размышляю о том как двигаться дальше в своей карьере. Я ставлю на развилки, с одной стороны я могу продолжить работу в больших промышленных или финансовых корпорациях в роли первого лица в HR, но с другой стороны я думаю о том, что у меня достаточно знаний и опыта для того, чтобы делать собственные проекты и может быть двигаться чуть-чуть в сторону work-life balance для того, чтобы с одной стороны применять полученные знания, а с другой стороны перестать ходить в офис по 12-14 часов в день, в среднюю неделю. Поэтому я на развилке. Прекрасная история. Я прочитала в девятом или десятом классе книжку Артура Хейли «Отель». И мне так понравилось управление отелем. Я пришла к родителям, ему говорю, я все решила, я буду поступать, обязательно хочу управлять отелем. Я вот нашла какой-то университет, какой-то институт, там есть отделение гостиничного бизнеса, он находится здесь в Подмосковье. Я буду поступать туда, родители с инфарктом. Как меня говорить не знают, и тут папа мне сказал, что слушай, это прекрасная идея, совершенно вообще замечательная, но возможно тебе захочется управлять чем-то другим. Давай ты поищешь себе университет, который тебе поможет сформировать навыки в управлении, в общем менеджменте, в экономике, и тогда ты сможешь управлять чем-то. Соответственно, таким образом я провела и все очень узнала, что у нас такая высшая школа экономики уже на тот момент. Это был лучший университет, который готовил специалистов по управлению и пошла на подготовительные курсы в десятом классе и хотела бы поступать туда. Все еще лелея мечту управления отелем. Ну да, безусловно, магистрическая программа, она точно очень ориентирована на получение, может быть, не практических знаний, но базы для этих практических знаний. Предмет, который я очень не любила, от которого очень страдала, его звел тогдашний завкафедры Азергамидович, это была социология, все эти безумные программы СПСС, и вот это все, и два года он нас всячески агитировал за социологию, за проведение этих работ в базах данных. Я искренне это все не понимала вообще, зачем это нужно, и только потом, когда я пошла работать, я поняла все практическое применение всего социологического аппарата, я ужасно благодарна за это, но в принципе все курсы, которые там были, и более фундаментальные, как, допустим, психологические, да, в наш двухлетний был курс, так и прикладные, чтобы практиковали, были практиками с действующими директорами по персоналу, как из банков, так и из промышленных компаний. Совершенно точно это все дало базу, я, наверное, не могу назвать ни одного предмета, который не был бы полезен потом. Если бы, когда я училась, были менторы, то мне кажется, моя карьера, может быть, двигалась бы чуть-чуть по-другому, и, может быть, чуть-чуть быстрее. Тогда, к сожалению, таких практик не было, и все приходилось на собственной шкуре и ошибаться, и получать какие-то и приятные, и неприятные уроки, но спросить точно было не у кого. И когда есть менторские программы для просто возможности пообщаться с теми людьми, карьера которых похожа на то, что ты хочешь себе сделать, и просто порассуждать о том, какие карьеры бывают, это точно облегчает задачу, и потом можно, ну, как минимум, подумать о том, чтобы не сделать какие-то ошибки. Когда я училась, очень сильно помогали дни карьеры, так, когда компании приезжали и рассказывали о себе. Тогда, конечно, не было такого количества выборов, как может быть сейчас, но, тем не менее, студенты-вышки могут себе позволить выбирать лучшие организации. Это большой клёв, в отличие от большого количества других лучших учебных заведений. Поэтому по поводу любого работодателя надо делать большой ресерч, надо искать тех, кто там работал или как-то с этим связан, чтобы поговорить об этом. Нужно не стесняться справа задавать вопросы и чару кому-то, к кем ты проходишь интервью, состоять список этих вопросов обязательно. И мне кажется, очень важно понять, о чем ты сам хочешь, сравнить компанию со своими желаниями и со своими стремлениями. Если ты хочешь быстрого развития, то, может быть, какой-то крупный металлургический холден тебе не придает идти по маленькой организации или в какую-то другую индустрию. Если ты хочешь большую корпоративную карьеру с большим начальником, с большим кабинетом, с большим цветком, сзади в этом кабинете, то, скорее всего, не стоит идти в IT-стартап или в какую-то компанию, но умею. То есть выстроить собственные ожидания, собственные желания, сравнить компанию с ними, получив информацию из разных источников, сделать этот менч и понять, да, это подходит или не подходит, это уже как минимум начало. И самое важное, надо себя слушать.